Добрый вечер! Меня зовут Люк Джонс. Я живу в России больше 20 лет. И я замечаю одни и те же ошибки, когда русские говорят на английском. Несмотря на то, что за последнее время люди стали говорить лучше. Но оставайтесь с нами, мы все исправим. Давайте начнем с вашими деньгами. По-русски называется рубль. Неудивительно, на английском тоже называется рубль. Я так часто слышу рубль. Ребят, рубль на английском это сломанные кирпичи, когда в здании взрывалось. Мусор. Если вы плохо себя чувствуете, на английском I feel ill, либо I don't feel well. Ребят, я так часто слышу I feel myself badly, которое получается я плохо себя трогаю. Джонс? Это не так, как это выглядит. Может быть, вы хорошо себя трогаете, может быть, плохо, но, пожалуйста, никакого I feel myself badly. I am ill, I don't feel well. Если вы хотите сказать мы с кем-то, на английском это будет человек and I. Допустим, мы с мужем съездили в отпуск, my husband and I went on holiday, потому что если вы говорите we and my husband, это получается я, муж, плюс еще кто-то. Может быть, так и было, может быть, кто-то свечку держал, но скорее нет, что не забывайте. Подарок – это подарок, но подарить на английском это to give, никакого to present, потому что to present – это представлять. Допустим, мой молодой человек мне подарил шубу на Новый год. My boyfriend gave me a fur coat for New Year. Главное – подчеркнуть, что это было на Новый год, но все равно глагол to give. Шуба из медвежьего меха. Шуба. Ты что, сырена? Очень осторожно со словом rest, когда вы имеете в виду отдых, потому что на английском rest – это когда ты устал и ты хочешь полежать 5-10 минут на диване. Это не обозначает уезжать в отпуск две недели в Шар-Мел-Шейхе. На английском это будет to go on holiday, по-американски going on vacation. Но только не говорите rest, пожалуйста, потому что приятного вам отдыха, когда вы пришли в ресторан, честно, мы ничего не говорим. Но в лучшем случае скажи have a nice time, enjoy, но только без rest. Я часто слышу, когда человек имеет виду жадный, что говорят greedy. Greedy вообще на английском – это когда человек много хочет, как обжора. Жадный, мы говорим mean, stingy, английский сланг tight, cut to boy, только не greedy. Если вы сходили в спецшколу, только не говорите, что вы были в special school. Special school на английском – это дурдом для тупиц, чтобы поднять до среднего уровня. Гораздо лучше говорить, что I went to a school specializing in music, English, chess, whatever it was you studied. Скоро начнется сезон, когда все уезжают отдыхать. Летом. Естественно, место выбора для многих – это Крым. Крым на английском – это Crimea. Только поймите, что Crimea – это не crime, который я часто слышу. Окей? Крым – Crimea. Crime – это преступность, это преступление. То есть, если ты скажешь, I was in crime, это получается, я занимался преступностью. Может быть, так и было. Надеюсь, нет. Но I went on holiday to Crimea. Скорее всего, после всех этих уроков вы уже нервничаете. Но поймите, что нервный – nervous – это то, что называется на английском false friends. Это разные вещи. Пожалуйста, не говорите don't be nervous. Nervous на английском – это когда ты боишься что-то делать. Например, нерять в холодный бассейн. Гораздо лучше не нервничай. Don't stress. Don't be stressed out. Michael, I think you're what's stressing everybody out. It's an exception, because we're in a restaurant in English. We don't say enjoy your meal in English. Sometimes in America they say so. But is it right in English? We say, like in French, bon appetit. Cheers. Это был Luke Jones. Подписывайтесь на мой канал The Other Way. Оставайтесь с нами. Как проінчать информацию.